Социальный маршрут на Буйской земле. Хорошая и нужная практика прямого общения. Так можно охарактеризовать проект «Социальный маршрут», в рамках которого жители муниципалитетов имеют возможность напрямую задать вопросы представителям областной власти, получить на них компетентные ответы и решить проблемы, если таковые существуют. На днях представители костромских департаментов и ведомств встретились с жителями города Буя и Буйского района. В начале встречи представители департаментов рассказали о реализующихся в области национальных проектах, отметили успехи в развитии города и района по различным направлениям. На встрече Буявляне задали много вопросов. О начале нового учебного года он, кстати, планируется в штатном режиме. Модернизации детских садов, привлечение врачей в Буйскую центральную районную больницу и благоустройстве территории возле лечебного учреждения, строительстве вертолетной площадки для санавиации. Также среди тем, затронутых в разговоре, возобновление движения поезда «Шарья Москва», запуск скоростной «Ласточки Буйданилов», перевод автотранспорта на газомоторное топливо, качество воды, приобретение уборочной техники для городских улиц, ремонт дорог в Буйском районе, социальные выплаты ветеранам и другие. Пояснения по некоторым вопросам давали главы города и района Валерий Катышев, Игорь Ральников и Александр Александров. Глава Буя Валерий Катышев также задал вопрос о возможности открытия в городе хосписа. Для этого необходимо войти в программу по строительству под хоспис нового здания, поскольку программ реконструкции уже имеющихся зданий нет. Вот этот проект, социальный маршрут, конечно, очень важен для населения города Буя, Буйского района, поскольку позволяет напрямую решить многие вопросы, которые интересны нашим жителям. И сейчас мы видим, что большое количество людей подошло после пленарного заседания индивидуально решать свои вопросы. Я считаю, что вообще такой социальный маршрут должен работать, ну, примерно 2-3 раза в год приезжать, в каждое муниципальное образование. Ну, как минимум 2 раза. Потому что действительно очень много проблем, которые можно решить сразу. Иногда эти проблемы касаются каких-то общих проблем, которые находятся вне компетенции местной власти. И поэтому нам необходима здесь помощь департаменту. И то, что вот эта программа с 2012 года уже работает, нам удалось много решить вопросов. Сегодня, конечно, задавали актуальные такие острые вопросы, да, и что касается чистой воды, здравоохранения, социального обеспечения, пенсионной реформы. Я считаю, что люди во многом услышали такие достаточно аргументированные ответы. Сейчас кто-то решает в индивидуальном порядке свои вопросы. Я считаю, что проект очень интересный и очень нужный. И правильно сделал губернатор в свое время, что этот вопрос поддержал программу этой партии «Единая Россия», чтобы действительно этот вопрос решался. Я обратилась к таким вопросам. Я говорю, значит, я, поскольку председатель женсовета, меня детки волнуют. И волнуют те люди, которые рядом с детками в социуме. А это кто? Это учитель. Да почему сейчас при обучителе? Ну, мало говорят там врачи, там все это понятно, все это правильно. Но в такие условия был помещен учитель в пандемию. Вот, когда ни программ, ничего не было. Они до двух, до трех часов ночи готовили вот эти вот планы и все. И я говорю, ну какую-то компенсацию надо, ну не копеечную, но для того, чтобы людей восстановить элементарно здоровье учителя. Ведь детки придут 1 сентября в школу, и не дерганный учитель, а оздоровленный, хороший, улыбчивый учитель их встретил. Ольга Васильевна сказала, конечно, люди понимают все это, прекрасно понимают. И я довольна вот разговором с Ольгой Васильевной. Значит, она говорит, что все, что касается материальных стимулов, они это проработали. Они, значит, будут и на конференциях людей награждать и говорить об этом все. Но я настаиваю на материальных стимулах. Департамент дорожного строительства, значит, от меня как от депутата был вопрос по решению вопроса по отсыпке и гриндированию дорог в частном секторе. Ну, то есть это грунтовые дороги. Сейчас остров, вопрос стоит в разных районах нашего города. Это и Кострома, и Завекса, и весь район. Вот непосредственно мой, это поселок, рабочее начало, потому что грунтовых дорог очень много в городе, как бы много очень частного сектора. И, может быть, не, ну, как бы, современные такие веяния автомобильного транспорта до остро стоят. Сейчас и легковой транспорт ходит по грунтовым дорогам, да, и грузовой транспорт, да, сейчас многие строятся. Вот, ну, и, как бы, ну, местные власти тоже стараются этот вопрос решать, да, но недостаточно, я считаю, ну, и из области финансирования, вот, в этом ключе, да, да, как бы одномоментно все не решить, я это тоже прекрасно понимаю, думаю, что местное население тоже. Ну, вот, как бы, мое мнение такое, что просто этот вопрос нужно возвести вот в такой ранг постоянно, постоянно острых, постоянно стабильно решаемых, да, то есть, чтобы необходимое количество средств выделялось на это, и ежегодно закладывались деньги не только на грейдирование, но и на отсыпку дорог вот в грунтовом исполнении, чтобы это вот не тогда, когда возникла острая проблема, а чтобы контролировался этот вопрос постоянно, да, может быть, и дорожными фондами в том числе, да, дорожными службами, вот, а не так, что вот сегодня у нас здесь яма, мы позвонили, нам приехали, подсыпали, да, вот, чтобы это было в хорошем, должном, ну, приятном для жителей нашего города исполнении. Ну, сказали, что постараются помочь тоже эту ситуацию промониторить, да, вот я, улицы наши, вот, которые в нашем округе острые такие нуждающиеся по отсыпке, это улица Красная, улица Паровозная, улица Железнодорожная, Вражные улицы, вот такие, есть места более-менее неплохие, есть места действительно, где вот острые необходимы, вот такой вопрос, и мне обещали помочь, вот, по нашему округу непосредственно. У нас состоялось сегодня очередное заседание, вот, выездное, социального маршрута, проект имеет уже свою историю, и является, ну, такой, очень хорошей практикой общения органов государственной власти с жителями отдельных территорий Костромской области. И, что я хочу отметить, вот, после этой встречи, это достаточно высокий, я бы сказал, такой уровень политической культуры жителей Буевлян, жителей Буйского района, потому что вопросы были по существу, вопросы деловые, они касались очень важных направлений жизни, и здравоохранения, и образования, и состояние хозяйства, я в общем говорю, инфраструктуры, и будущие проекты, то есть, как мы будем жить дальше. И своего рода это определенный наказ жителей, органов государственной власти, которые были представлены сегодня на уровне заместителей департаментов управления, присутствуют пенсионы, фонд жилищная инспекция. Кроме того, вот такая форма общения предполагает и индивидуальное обращение граждан. Не всегда можно в зале сказать о своей проблеме. Так вот, и этот вариант обращения, он также в ходе социального маршрута предусмотрен. Я хочу сказать, что многие наши проекты региональные, и наши инициативы, которые мы направляем на федеральный уровень, рождались именно во время вот таких поездок. И если вот с 2012 года, вот за 8 лет собрать все, что люди с чем обращались, то значительная часть этих обращений на территории области реализована. Я надеюсь, что визит в Уй был не бесполезный, и он обернется новыми проектами, новыми решениями, новыми изменениями в бюджете в пользу выявляемых.